Площадку строительства западного моста в Заболжском районе на левом берегу Волги посетил губернатор Игорь Руденя. Параллельные работы ведутся на правом берегу. В частности, проводятся испытания свай. На объекте побывала наша съемочная группа. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Строительство главного инфраструктурного объекта Твери западного моста продолжается даже с наступлением зимних холодов. Сейчас на объекте идет устройство буронабивных свай. Также поставлено более 700 тонн металлоконструкций для пролетов. Мост строят методом надвижки. Такую технологию применяли при строительстве Крымского моста. Она позволяет ускорить процесс возведения сооружения. Сейчас на объекте завершается устройство основания двух из четырех опор моста. Сейчас устроим опоры, тело опоры, ростверки делаем, подпорные стенки, асфальтобетон уложили, дорожное полотно, канализацию ливневую и сварка мостового сооружения. На опоре номер два завершили полностью работы по устройству свай. Все 22 сваи устроены. Сейчас разрабатываем грудку стоплавана. Ведутся подготовительные работы для устройства оснований остальных опор. Идет сборка поперечных металлических балок. Часть из них смонтирована на стапелях. На левом берегу продолжается возведение песчаной насыпи, подложки покрытия автомобильного подъезда и устройство коммуникации водоотведения и водоочистки, кабельных линий электроснабжения. Работы развернуты практически по всему фронту. Работы ведутся на Горбатке. Работы ведутся между Горбаткой и мостом на левом берегу. Также работаем на правом берегу устройства первой и второй опоры. И приступили к переустройству сетей в районе Комсомольской площади. И сейчас активно занимаемся подготовкой к переустройству сетей в районе Комсомолки, в районе железнодорожного путепровода. Возведение инфраструктурного объекта осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Западный мост строят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мы внимательно ознакомились с ходом работы и можно констатировать, что все будет сделано в срок. Темп работы высокий, в некоторых случаях подрядчики идут даже с опережением. Важно, что металл и материалы, металл из которого строятся пролеты, поступают вовремя. В строительстве западного моста задействовано около 200 человек, из которых 25 – это инженерно-технический состав. Работает 60 единиц специальной техники. До конца этого года планируем выскочить из воды на русловых опорах, то есть забетонировать вторую и третью растворка, свай на основании закончены там, извлечь шпунт, завершить обстройку опор и забетонировать тела опор. Комплекс западного моста – это многосоставной проект. Вводить его в эксплуатацию планируется поэтапно. Сначала будет возведен сам мост через реку Волга с подъездами и съездами. Затем завершат реконструкцию горбатого моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Сдача в эксплуатацию всего комплекса запланирована в конце 2025 года.